Это у нас пробы от открылка шкафной стенки, опора номер один. Проба была отобрана буквально вчера, сегодня мы ее отвезем в лабораторию и ее через 7 дней испытают. Чтобы будущий мост Шевченко-Смычки был крепок и надежен, контролируют каждый этап строительства сооружения. Специалисты Дорожного научно-исследовательского института участвуют в освидетельствовании всех скрытых работ на объекте. Инспектируют сваи, следят за качеством бурения. Проверяем все на ежедневной основе, поступаем материалы на объект, производим отбор материалов инертных, бетона, бурно-бивные сваи, розферк. Вот это все мы проверяем, начиная от пространственного арматурного каркаса и последующего. С каждой партией привезенного бетона отбирают пробу и следуют на соответствие проектным параметрам. По итогам оформляют протокол испытаний, контролируют соблюдение техники безопасности на объекте. То есть качество не в ущерб скорости. Кстати, работы ведутся с опережением графика. На первой опоре забетонировали шкафную стенку и открылки. Мы можем переходить на монтаж переходных плит. По второй опоре у нас 100% готовность. То есть уже идет подготовка под пролетное строение. Третья опора. Мы сейчас извлекаем шпунтовое ограждение для последующего перемещения на четвертую опору и разработку на четвертой опоре ростверка. После забивки шпунтов приступят к разработке котлована. Установят каркас и зальют растверки и тело опора. По опоре номер 5 сделано 4 бурнабивные сваи из 20. Длина каждой конструкции 16 метров. Полностью завершить устройство свайного поля на этой опоре планируется к середине октября. Дальше мы переходим на противоположный берег, на 8-ю опору за Свияжский район. Также будут производиться буровые работы. 20 свай также будем забуривать. Строители работают без выходных. Все материалы в достатке. На объекте одновременно находятся около 25 человек и 9 единиц техники. Продолжение следует...